Здравствуйте! В эфире программа 112. Я расскажу о происшествиях за последнюю неделю. За прошедшую неделю на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 181 происшествие. Из них 20 преступлений, из которых 15 раскрыто в течение дежурных суток. По 5 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление. Привлечено к ответственности 26 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. За неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Причинен материальный ущерб. Сотрудниками полиции осуществлялась охрана общественного порядка при проведении на территории города Наринмара и поселка Искателей 2 августа 2018 года, Дня воздушно-десантных войск, 4 и 5 августа на площади имени Ленина проводились игровые программы для детей. Нарушение общественного порядка не допущено. В ходе исполнения служебных обязанностей сотрудникам полиции приходится сталкиваться с гражданами, не согласными с действиями представителей закона. Часть таких граждан считают нужным не подчиняться законным требованиям и оказывают активное сопротивление полицейским. Другие публично оскорбляют сотрудников, зачастую с применением насилия. Между тем, в действующем уголовном законодательстве ответственность за преступления, совершенные против сотрудников полиции, предусмотрена специальными нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. Например, за применение насилия в отношении представителя власти предусмотрена статья 318 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до 10 лет. В 2018 году в Ненецком автономном округе по данной статье к уголовной ответственности привлечено 5 граждан, трое из которых в настоящее время отбывают реальное наказание в местах лишения свободы. Так, например, в октябре 2017 года житель поселка Харивер, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле одного из жилых домов, нанес несколько ударов в область лица участковому полномоченному полиции, который находился при исполнении служебных обязанностей. За совершение данного преступления в феврале 2018 года злоумышленнику судом назначено наказание в виде одного года и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В то же время граждане должны помнить, что за публичное оскорбление представителей власти действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание – штраф до 40 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года. В 2018 году по данной статье в Ненецком округе привлечен к ответственности один гражданин, который в настоящее время осужден к исправительным работам сроком на два месяца. Следователем управления в отношении председателя одного из сельхозпредприятий Ненецкого автономного округа велось следствие по факту присвоения денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления установлено, что в ходе проверки объектов кооператива Государственной инспекции по ветеринарии за выявленные нарушения на директора сельхозскохозяйственного предприятия был наложен административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Чтобы не тратить собственных денег, руководитель сельхозпредприятия оплатил наложенный штраф за счет средств кооператива, причинив материальный ущерб предприятию. Наринмарский городской суд признал председателя сельхозкооператива виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. В дежурную часть управления поступило сообщение о том, что неизвестное лицо, разбив стекло в автомобиле «КамАЗ», находившемся на территории производственной базы по улице Октябрьской города Наринмара, похитило из него экшн-камеру и денежные средства в сумме 2,5 тысячи рублей. Отделом уголовного розыска в кратчайшие сроки установлено, что хищение совершил мужчина, 1984 года рождения, ранее уже судимый за аналогичные преступления. А сотрудниками патрульно-постовой службы, патрулировавшими улицы города, злоумышленник обнаружен и доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. В этот же день сотрудниками управления раскрыты еще две кражи, совершенные за последнее время. Оперативниками в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хищение мобильного телефона 31 июля 2018 года из квартиры жилого дома по улице Ленина совершил мужчина, 1977 года рождения, в процессе совместного распития спиртных напитков с владелицей гаджета. А также участковым полномоченным полиции установлен молодой человек, взломавший замок на входной двери частного дома в селе Ома и похитивший продукты питания и имущества. В настоящее время по двум первым фактам проводятся проверки, а по третьему факту следователям управления возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража. Житель города Наринмара, являющийся индивидуальным предпринимателем, нашел в сети интернет сайт организации, продававшей сахарный песок по низкой стоимости, и решил приобрести крупную партию. Связавшись с представителем организации и обсудив условия сделки, он заключил договор о поставке 10 тонн сахара на сумму свыше 260 тысяч рублей. Но данная организация договорные обязательства не выполнила и денежные средства не вернула. Предприниматель, поняв, что он стал жертвой мошенников, обратился в полицию. Это уже четвертый аналогичный факт. В предыдущих жертвами мошенников стали юридические лица из населенных пунктов округа. По всем фактам возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Уважаемые жители округа, стражи порядка призывают вас приобретать какую-либо продукцию только на проверенных интернет-сайтах. Мошенники заманивают свои жертвы предложениями низкой стоимости и быстрыми условиями доставки. Не давайте мошенникам возможности обогатиться за ваш счет. Отделом экономической безопасности и противодействия коррупции управления установлено, что жительница поселка Усть-Кара Ненецкого автономного округа с августа по октябрь 2017 года незаконно осуществляла розничную продажу алкогольной продукции, не имея соответствующей лицензии. Сотрудниками управления у злоумышленницы изъято более 700 литров алкоголя различного наименования стоимостью свыше 140 тысяч рублей. В настоящее время следователем управления в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171 Прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производства и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Ведется следствие. В дежурную часть управления обратился житель города Наринмара, у которого из квартиры неизвестное лицо похитило телевизор и интернет-роутер. Отделом уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что хищение совершил ранее судимый за аналогичные преступления мужчина 1974 года рождения. Полицейским он рассказал, что выбил дверь квартиры ногой и похитил указанное имущество, в дальнейшем распорядившись им по своему усмотрению. Следователем управления по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Максимальное наказание по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. За прошедший период 2018 года почти 80% жителей Ненецкого округа из числа всех обратившихся в информационный центр управления МВД России по Ненецкому автономному округу за предоставлением государственной услуги по выдаче справок осудимости написали заявление через единый портал государственных услуг, воспользовавшись сетью интернет. Большинство обратившихся граждан получили готовую справку в свой личный кабинет в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица управления. Однако, как показывает практика, кадровые службы организаций, учреждений и органов власти требуют предоставления справок с собственноручной подписью уполномоченного должностного лица и печатью. Согласно действующему законодательству, электронный документ, в котором содержится информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. Таким образом, юридическая значимость справки о судимости в электронной форме и форме на бумажном носителе одинаковы. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления МВД России по Ненинскому автономному округу по телефону 02 или 421-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, уберегите себя и своих близких.